Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вожебные Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо Господи за ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь празднует День Святого Духа, всегда на второй день после Святой Троицы. И мы с вами знаем, что Святый Дух – это третье лицо Святой Троицы, Бог, Святый Дух. И в Священном Писании про Него говорится очень мало, но есть такие слова – «Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается». И вот, Возлюбленные Господи, братья и сестры, здесь говорится не только о том, о чем мы говорили вчера на Божественной Литургии, что Святый Дух дает нам благодать, а благодать – это живительная энергия для того, чтобы любить, для того, чтобы прощать, для того, чтобы не обижаться, когда нам дают мало денег, мало внимания, работать вообще не за деньги, делать добрые дела не ради похвал, не ради наград, не ради медалей орденов, не ради превозношения, терпеть скорби, радоваться, уметь радоваться, быть счастливым – это все благодать Святого Духа, без которой, без этой благодати невозможно быть счастливым. Без благодати Святого Духа грехи побеждают нас, и вместо радости, вместо счастья, вместо видения красоты Божьего мира, и красоты, и прекраснодушия каждого человека, видеть в человеке образ иконы Божьей, мы вместо радости, мы себя ввергаем в обиды, в злобу, в зависть, в серебролюбие, в уныние. Вот ходят два человека по земле, по одной и той же, в одной и той же стране, под ним и тем же солнцем, с одними и теми же законами, пенсиями и зарплатами. Один счастлив бесконечно, радостно, а второй в унынии, ему все плохо. Что для них разное? Все одинаковое, абсолютно. Только этот, в этом благодать Святого Духа, который делает его счастливым, а этот, который открыл душу навстречу грехам, не сюда слушает, не к Богу, а слушает к бесам, которые говорят, все плохо, давай осуждать, давай завидовать, давай злобиться, давай сребролюбствовать, давай чреугодничать, что-нибудь. Ищи счастье, ищи жизнь. Священник проповедует, что вот жизнь – это служение Богу, и в этой жизни, в служении Богу не должно быть места грехам, не должно быть места бегству, стремлению к мирским удовольствиям. Человек это выслушал и говорит, а жить когда? А жить когда? Так вот жить тогда можно только человеку, когда Богу служит, все остальное не жизнь. Все остальное, что мы делаем для себя, это не жизнь, это служение своему эгоизму, это, которое порождает как раз таки зависть, что у кого-то больше, я служу себе, хочу, чтобы у меня было много вкусно, тепло и мягко. И всегда видишь, что у него мягче, у него вкуснее, теплее. И начинаешь завидовать, или осуждать, я самый лучший, я должен служить себе, токмар, я самый лучший, по моей воле все должно происходить. И, соответственно, раз ты самый лучший, ты должен это людям рассказывать, потому что тебя прет, распирает от того, что ты самый лучший внутри. Тебе нужно кому-то толку, что ты сам себя считаешь. Люди должны тебя считать самым лучшим. А тебе стыдно сказать, ты знаешь, я лучше тебя. Ты знаешь, я умнее тебя. Стыдно, это сказать, человек обидится, понятно, развернется и уйдет. И никогда он тебе не призначит себя. Чтобы сказать человеку, что я умнее тебя, человек завязывает спор и начинает доказывать свою правоту спины у рта. Это способ сказать, я умнее тебя. Прекровенно. А способ сказать, что я умнее всех, а остальных лучше, добрее, блачистее. Это осуждение. Иди сюда, давай. Давай поосуждаем вот тех соседей. Давай поосуждаем власти. Давай позлословим кого-нибудь. Чем мы занимаемся с большим удовольствием. Вот. И поэтому человек несчастен. Потому что это омрачает благодать святого духа. Любой грех. Любой грех. И вот человек и не живет. Ему объясняют, что жизнь, только тогда, возможно, настоящая жизнь, радостная, светлая, в которой изобилует огромное количество интересных событий, чудес каждый день, встреч, открытий, радости. Только тогда, когда ты не о себе думаешь, а о Боге. Когда ты думаешь, Господи, спрашиваешь у Господа, Господи, что я должен сейчас сделать, что я должен через час сделать. Господь, Господь, Ты привел мне этого человека. Это муж мой или не муж? Это муж или не муж? Не это спрашивают. Кто мой человек? Мой, мой. Кто будет меня ублажать? Кто мне будет служить? Нет. Ты мне показал этого человека в жизни, что я должна для него сделать, или должен для него сделать, для этого человека. Если с этой точки зрения рассматривать каждую встречу, то тогда и будет правильно, тогда ты очень хорошо будешь понимать, кто тебе муж, кто тебе не муж. Среди всех людей. А если ты думаешь только о себе, кто подойдет под мои параметры, чтобы там кормил, ублажал, хвалил, дарил и прочее, то мужа ты так себе не найдешь. То есть того, кто будет хвалить, ублажать, дарить, до определенного времени, пока не получит свое. Что? То, что ему нужно. Но это не будет муж. Так и получается. Поэтому, братья и сестры, когда мы говорим о благодати святого духа, то это не только вот вся вот эта радость, вся эта премудрость, премудрость, мудрость, она тоже от благодати святого духа. Понимать, что надо делать, с кем надо разговаривать, как надо разговаривать, что надо сказать человеку. Иногда говоришь такое, что сам удивляешься, и думаешь, я бы этого никогда не сказал. И более того, мне это не выгодно было сказать. Это против меня было. Потому что я это сказал, а на меня жалобу написали в патриархию. И вызывали на разборки. Я мог промолчать, но я не мог промолчать. В этом случае. То есть это же Николай Годник, который ударил на Первом Вселенском соборе по лицу Арии, он мог не ударить его. И не было последствий. Его бы не запретили. Запрет бы не отправили, митру бы не сняли, и по ноге бы не сняли. Мог не ударить, но он ударил, он не мог не ударить. Понимаете? Жить по благодати святого духа, это делать то, что тебе не выгодно. Получая за это иногда по шее, а не медаль на грудь. Но в конечном счете, братья и сестры, когда человек живет по благодати святого духа, по внушению благодати, не то, что тебе выгодно, то, что тебе хочется. Ты получаешь награду большую, нежели бы поступал по своей выгоде. Ты получаешь такие награды, которые несравнимы, несопоставимы с теми, которые вешают на грудь. Картонные, медальные, деревянные, или еще какие. Или вот в эти, напечатанными президентами, депутатами, бумажками. Благодать святого духа тебя подает. Такие себе, такие дары, такие откровения, что святые отцы, которые действительно жили по благодати святого духа, стяжевая благость духа, они уходили от этих наград, от этих денег, от этих почестей, от этих должностей. Ничего не надо. Хотим только в благодати быть, только с Богом, в этой радости. Куда угодно. Потому что люди, даже люди, даже Богом любимые, они отвлекают от этой благодати. Они с какими-то своими страстями, они с каким-то своим осуждением, с какой-то завистью, с какими-то суетными страхами постоянно, с каким-то празднословием, с какими-то суетными житейскими попечениями. Если ты все это слушаешь, то ты этим наполняешь свою душу. А в это же самое время я могу быть в радости, в молитве, в соединении с Богом. Поэтому святые отцы уходили на тяжелейшие подвига на хорестство. Серафим Саровский уходил далеко в лес, в дальнюю пустыню и предпочитал общество медведей, общество людей. Потому что у медведей нет суетных попечений, у медведей нет желания кого-то осуждать, над кем-то превозноситься, празднословий кому-то завидовать. У него этого нет. Он либо тебя съел, либо не съел. А человека наполняет тебя вот этими грехами. И поэтому, братья и сестры, кто знаком с действием благодати Святого Духа, этот человек после причастия никогда не будет разговаривать. Никогда. Так, чтобы священник увещевал. Вы помолчите, пожалуйста, пять минут. Мы же причастились все-таки, братья и сестры. Вот эти люди, незнакомые с действием благодати Святого Духа, абсолютно развлеченные, которые после причастия начинают дерзать разговаривать, что-то обсуждать бурно. Братья и сестры, возлюбленные, у нас есть только два делания, которые делают нас счастливыми в нашей жизни, которые сообщают нам необыкновенную премудрость, нечеловеческую премудрость, Божью премудрость, которые сообщают нам силы необыкновенные, не только молиться, а ходить по земле, физические силы. Благодатью Святого Духа всякая душа живится и чистотой возвышается. Всякая душа, всякое живое существо, человек, ящерица, дельфин, это все существа, которые двигаются, живятся, оживотворяются благодатью Святого Духа. Физические силы предаются тоже благодатью Святого Духа. Вот кто читал книжку «Несвятые святые» про Яна Крестьянкина, конечно, мы себе представляли себе его по-другому, 90 лет человеку, какой-то такой вот величаво разговаривающий, такой медленно, внушительно. И вдруг описывается, что это был старец, который выбегал, подпрыгивал вместе с Келеником и бежали вместе на Божественную Тургию, 90 лет, очень веселый, энергичный, радостный, 90 лет старец. И за ним бежала толпа, и двадцать лет, батюшка, 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 какую корову покупать, пестру или белую, благословите, батюшка, расскажите, там к дочке схватываются два жениха, с кем будет слаще, с кем будет слаще, благословите, батюшка, батюшка, и ни одного слова о молитве. Батюшка, как молиться? Вот не могу молиться, нет покаяния. Батюшка, что сделать, батюшка, какую корову, какого жениха, в какой институт поступать? Батюшка, какую машину покупать лучше? Форд или Мерседес? Какая лучше? Батюшка, благословите, благословите. Расскажите о будущем, батюшка. Что будет в будущем? Будут у меня болезни? Не будут у меня болезни? Батюшка, батюшка. Где денег побольше заработать? Батюшка, батюшка. Расскажите, расскажите. Как от болезней избавиться? Батюшка, батюшка. Сколько акафистов прочитать? Батюшка, батюшка. И они бегут за ним и не успевают за 90 лет. Батюшка, батюшка, батюшка. А вот если в этой толпе хотя бы кто-то, даже не княбь, батюшка, батюшка, а стоял бы и Господи, а как же мне душу со спать? И батюшка обостановился и сказал, иди сюда, я тебе расскажу. Вот тебе расскажу. Но, конечно, батюшка не отвергал никого, как и Христос никого не отвергает. Бог нас любит. Какую корову пеструю или белую, пеструю покупай. Какую машину, Мерседес или Форд, Форд покупай. За этого, за рыжего или за белого замуж выходить, за рыжего. Все рассказывал, все давал. Конечно, внутренне сокрушает, что они там ищут. Рыжий, белый, пестрый, Форд или это сам. Зачем они это ищут? Узаботились, вот это цель в жизни. Неужели ничего не видно за этими целями? Так вот, был энергичный, сильный. Пусть болел, пусть немощный, но ходил, проповедовал, захлеб, рассказывая о Христе, о благодати Святого Духа. И это тоже благодать Святого Духа, который живет, дает силы, энергии, двигаться, жить, любить, бегать, прыгать. И рассказывать, какую корову покупать, белую или пеструю. С любовью людям. Поэтому, возлюбленная Господи, братья и сестры, у нас в жизни есть два всего, два пути, которые, два делания, которые мы должны совершать, чтобы быть счастливым, чтобы быть спасенным. Первое дело – это стяжание благодати Святого Духа через добрые дела, через, в первую очередь, богослужение, через таинство церковное, покаяние, исповеди и причастие тело крови Христова, через утренчернюю молитву, милостыню, через то, что мы должны понять, что главное – это главное – спасение души, стяжание благодати Святого Духа. Что жизнь только тогда становится жизнью в полноте. Ну, во-первых, сам Христос говорит, ешьте тело, пейте мою кровь, и пейте кровь мою, чтобы иметь жизнь в себе. Если не пьете кровь, вы не ешьте тело, не имеете жизни в себе. Вот вам ответ Христов. А ответ сатаны – жить – это есть колбасу, сало, пьянствовать, бухать, плясать и в постель в чью-то лечь. Вот этот красиво пахнет, вот этот красивые слова говорит. Истории рассказывают фантастические, что он там какой-то великий-великий. И все прямо перед ним на коленях ползают, а он все ими повелевает, вот, вот туда беги, к этому ложись. Так сатана говорит, будь счастлива. Говорит, не бежись, не ложись, все это обман, иллюзия. Побежишь, пробегаешь, ничего не получишь. И священник еще так робко пытается остановить. Так не беги туда, подумай, задумайся. Так не делается. Не так бежится туда. Так по-другому надо, если правильно было бы. Христос не так говорит. Зачем мне Христос? Зачем мне вашу... Вы мне так говорите? А тот священник по-другому. А тот говорит больше, как мне нравится. К тому побегу. Он все мне сделает, все благословит. А вы что-то там подбуркиваете? Так вот, надо бежать не туда, не к тому священнику. Не там, где нравится тебе, как ты хочешь. Который льстит. А к тому, который рубом говорит. Вот как Николай Годник. Подошел и рубом по лицу ударил. Или как священник, который сказал, рубом сказал, так нельзя. И побежали сразу патриарху жалобу писать. Священника на епархиальный совет, чтобы вызвали прописочек. Вот к этим священникам идите. А не к тем, которые говорят, да все нормально, да и делай. Да беги, да ложись, да это все нормально. А еще есть некоторые, которые выбирают. Десяти священников вопрос. И которые то, как им понравится, подольстит. Вот к этому и идут. Тоже. Развитая воля Божия. Это во тьму дорога. Поэтому, возлюбленные Господи, братья и сестры. Два делания. Это достижание благодати Святого Духа, чтобы быть сильным, энергичным. Всю свою жизнь. Жизнь радостным, светлым. Понимать, каких коров покупать, каких не покупать. Куда бежать, куда не бежать. Если мы перестаем это понимать, куда бежать, куда не бежать. Каким священником идти, каким не идти. И начинаем накалываться на ошибки в нашей жизни, падать. Это значит, что мы уже приспособились в церкви. Не стяжевать благодать Святого Духа, а имитировать духовную жизнь. Ходить, молиться, креститься. Набожно. Вот так вот прямо. Но через делать обряды. Но перестали стяжевать благодать Святого Духа. Обряды можно уметь делать. Все посты соблюдать. Вовремя молиться, поститься. По уставу церковному. В храм приходить вовремя. Но уже давно перестать служить Богу при этом. А делать это ради себя. И, соответственно, тогда идет оглупение. Тогда идет обмещание, оскудение. В первую очередь, духовное, душевное, мысленное, физическое. В том числе. Опустошение жизни. Когда опустошение в сердце благодати Святого Духа. И тогда вот то, что есть у нас с вами. Признак того, что мы приспособились. Уже перестали гореть Богу. Признак оскудения благодати Святого Духа. Батюшка, а служба будет короткая или длинная. Мы пожилые уже. Это тоже признак оскудения благодати Святого Духа. Поменьше проповедуйте. Покороче служите. Нам нужно в туалет. Звонят матери священника. Это вы скажите ему, чтобы он поменьше проповедовал. А то нам в туалет надо. Мы старые. Сходите в туалет и возвращайтесь на проповедь. Никто не запрещает церкви в туалет ходить. Это тоже признак оскудения благодати Святого Духа. Когда человеку неинтересна в принципе духовная жизнь. Когда вот тяготит богослужение. Когда он еще служба не началась. Он же думает, когда она уже закончится. Это признак оскудения. Признак о том, что ему тяжело притворяться, стоять на молитве. Его это нудит. Его это тяготит. А вот Иоанна Крестьянкина это не тяготила. В 90 лет. Бежал, подпрыгивая на литургию. Подпрыгивая. Батюшка, батюшка. Покупай пеструю корову. Покупай форт. Дочка пусть за рыжего выходит. Всем благословить, всем совет. И подпрыгивая на литургию. Бежал. В 90 лет. А тут старенький, 60 лет. Говорит, я старенькая. Вы там служба длинная, короткая. Поменьше проповедуйте. Мне надо там домой. Это признак кризиса уже духовного. Человек уже приспособился. Он же понимает, что без службы нельзя спастись. Без молитвы. Но ему хочется, чтобы покороче, попроще, поменьше. Он не получает благодати Святого Духа. Благодати Святого Духа радует, наполняет силой энергии. Вот это мы должны, братья и сестры, стяжать радость, стяжевая благодать Святого Духа. Полюбить богослужение церковное, полюбить молитву, полюбить добрые дела, переменить свои цели в жизни. Главное должно быть спасение души. И второе делание, всего два дела. Стижение благодати Святого Духа. И второе делание – это покоение в грехах. Благодати Святого Духа всякая душа живится и чистотой возвышается. То есть стяжать чистоту своей души. То есть готовиться хорошо к Исповне, молиться, каяться всю свою жизнь, каждую секунду. И тогда, братья и сестры, вот здесь уже на земле придет благодать Святого Духа, радость. Мы это увидим, как мудрость наполняет разум, как легко и хорошо жить по воле Божьей, как просто жить по воле Божьей, как прекрасно видеть, что Бог тебе служит, помогает, защищает, охраняет, управляет всю твою жизнь. Когда живешь благодать Святого Духа, избавляясь от ропота, возмущения, осуждения и прочих грехов. Царство небесное приходит в Сирию. И тогда бежишь в 90 лет на литургию, думаешь, как бы не опоздать, и чтобы служба была подольше. Она такая хорошая, такая радостная, благодатная. Или старичок такой в 20 лет, 30, 40, 50, говорит, ой, как тяжело на службе, ой, надо побыстрее свечку поставить и убежать. Вот два разницы. Благодать Святого Духа, как живет и действует. И грехи, как убивают, умерщвляют, отупляют, забирают, высасывают все силы из души. Батюшка, помедленнее, медленнее не надо, побыстрее подслужите, поскорее надо в туалет, надо спать, надо есть, надо на море идти. Мне служба безрадостна. Мне радостно в туалете сидеть и на море ходить. Поэтому побыстрее служите, я пойду в туалет и на море. Вот, видно вам наш выбор добровольный. Поэтому помоги нам, Господи, чтобы мы стяжевали благодать Святого Духа, чтобы мы кались в рехах своих, чтобы на благодать Святого Духа приходило к нам в голову и сердце, и разум. Преимудрость Божия, жить по воле Божией, радоваться Богу, радоваться каждому дню своей жизни, устремляться бегом в припрыжку на богослужение, на молитву, на добрые дела. Каждого человека, который требует нашей помощи, встречать как ангела Божия, который принес мне благодать Святого Духа. Послужу этому человеку, дам копеечку, дам время своей жизни, утешу этого человека, помогу ему, послужу ему. Вот уже благодать Святого Духа, вот я еще стал мудрее, вот я еще стал ближе к Богу, вот еще больше любви во мне прибавилось. Поэтому надо думать не как объегоривать, обдуривать наших ближних, чтобы забрать у них деньги, а о том, как им послужить, как получить благодать Святого Духа, обогатиться вот этим духовным богатством, которое не скудевает. Помоги нам, Господи, братья и сестры, чтобы мы в нашей жизни богатели Богом богатели, богатели благодатью Святого Духа, богатели радостью, богатели истинным счастьем, истинной любовью. Настоящей жизнью начали жить во Христе, в которой нет нужды завидовать, осуждать, злословить, кому-то, кого-то ненавидеть, на кого-то обижаться, а жили жизнью радостной, жизнью прощающей всех, жизнью служащей всем, жизнью уважающей и любящей всех Бога и людей, жизнью радостной, светлой, жизнью равноангельной здесь, на земле, и вечности со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Аминь. Аминь.